Вы же на свои маски посмотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналисту, будьте добры, ответьте на вопросы. В связи с чем была задержана женщина? Вы же на свои маски посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Вы же на свои маски посмотрите. А, что-то расспросили, я говорю, бессмертная. Бессмертная? Что случилось, расскажи. Надо сваливать скорее отсюда. Маску требуют одеть, а у вас уже часто задерживают. Сказали, одевай маску. Тряпочку туалетную какую-то мне дали, чтобы я одела. Нету нагрудных знаков. Они в масках? Пиши все на аудио, скоро приеду. Видите, ее трогали руками все. Мне с подписью и печатью документ, пожалуйста, представьте. Вы обязаны меня ознакомить. Вы мне врете, а я должна вам верить. Вы, может, аферисты какие-то. Мы не фирма. А кто вы? Я что-то вам должна, вы сказали. На основании чего я что-то там должна делать. А у вас такого основания нет. Кто с меня взял деньги, я остановил автобус. Так вы мне предъявите документы, на основании чего я должна одеть маску. И дайте мне респиратор. С подписью и печатью дайте мне, пожалуйста. Время идет уже второй час, держат они меня. До места не довезли. Усматриваются мошеннические действия. Я уже два часа тут потею сижу. На протезирование зубов не попало. Мне в больницу надо дала какую-то туалетную бумажку. Мне страшно вытирать, которую я на лицо должна одевать. Вы служите народу. Это получается какая-то секта. Я так понял, вы человечки не хотите. Нет, почему? Зачем кошмарить женщины? Я не понимаю. Почти во всех антисептиках присутствуют такие токсины, как ПГМГ и Адыбах. А Комарова роспись в своем постановлении не оставляет. Вы не задумывались, почему? Я привлечен. Вы мне угрожаете? Нет. А кто будет вызывать? Кондрашо, который трижды фамилию и имя отчества поменял. Вы не задумывались, почему он фамилию и имя отчества поменял трижды? Нет, вообще нет. Не задумывались? Нет. Вот это тебе предлагали надеть, да? Да. Вот это похоже на респиратор, а на противогаз. По-моему, не очень. Женщин там без разницы, бабушек, скручивают на пол кладок. Да, я знаю. Сколько народу ждет на остановке 45-й. Получается, два часа автобус стоял. Алло. Привет, Зоя. Привет, Антон. Что там у тебя произошло? Ну, что, маску требуют одеть. Автобус уже часто задерживают. Сказали, одевай маску. Не поедут. Тебя удерживают в автобусе? Да, да. Деньги взяли с меня, значит, это самое. Людей всех выгнали. Вынуждены были выйти. Вот. Тряпочку туалетную тут какую-то мне дали, чтобы я одела на лицо, на чистое, на свое. Они думают, что у меня может морда такая по бульдога, так можно тряпку туалетную дать мне здесь не нет. Подожди, нагрудные знаки есть у них? Ну, ребят, нету нагрудных знаков. Фамилия, имя, отчество представится у них университета? Ну, представились они, да, я записала там на видео. Как фамилия у них? Ну, я сейчас не могу сказать, я на видео записала. Скажите еще раз фамилию свою, пожалуйста. Я вам не знаю. Журналист звонит, просто, пожалуйста. Журналист звонит. Булгага Антон, да. Я вам уже поставила? Ну, я просто не помню, у меня слерост. Ну, будьте добры, если вам не трудно, нам же, и вы с ним. Тебе нет, чтобы удерживать. Ну, не хотят они. Они обязывают, ну, как бы, хотят, чтобы я маску подела. Где удерживают? Какой адрес? Алло. А адрес какой? Ну, вот эта монетка, это вот, сейчас тебе скажу, Бахилова остановка. Цвет автобуса какой? Цвет автобуса, я не скажу, потому что я заперта. Сколько полиции? Он стоит, он стоит, вот это самое, на... Какой номер автобуса, скажите, пожалуйста. Да подожди, Зоя, слушай внимательно. Сколько полицейских с тобой? Два, третий приходил, ну, где-то ушел, наверное, за документами пошел, может. А они в масках? Да, да постановлюсь, да. Пиши все на аудио, скоро приеду. Ладно, давай. 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 Да пусть предоставят. Маску мне, ой, это, респиратор. Я предоставила маску. Респиратор, это не маска, маска туалетная. В открытом доступе и в общество? Нет, вы мне... Вы... Мне не надо общество. Мало ли что на заборе в открытом доступе написано. Вы мне забору сейчас... Нет, вы если предъявляете... Документы, вы мне то же самое сказали. Нет, вы предъявляете, будьте добры, пожалуйста. И удостоверение, давайте, я ваше, это самое. Будьте добры, удостоверение ваше. Укладывай данное видео в соцсетях, а я вам не даю разрешение на это. Вы будете привлечены к ответственности. Хорошо. Достоверение мое снимать не надо, можете сами ознакомиться. Давайте. Не буду снимать, я это... Сейчас я... Так. Сержант полиции Бежан Егор Сергеевич. Так, 19 июня 19 года до 24 года, да? Бежан Егор Сергеевич. Так. Ваше, пожалуйста, удостоверение. В составе патруля представляется один сотрудник полиции, этого достаточно. Нет, ваше... Вы удостоверили, что... Нет, все равно, я тоже и ваше хочу, вы же вдвоем приехали. Я вам еще раз повторяю. Нет, будьте добры. Сознание полиции, составе патруля... Ага. Какой закон полиции, скажите? Федеральный закон номер 3 о полиции. О полиции, что только один сотрудник... Да, возможно такое, что один сотрудник полиции может представиться и все на этом. Все понятно, да. Ясно. Включайте. Ясно. Здравствуйте. Ответство, которое пошло в дубле, Иванов Валерий Николаевич, пускай полиции. Удостоверение, будьте добры, предоставьте, пожалуйста. Мы же предоставили. Я, кто, я ж не знаю, может, это переоделся где-то за углом, пришел, предъявляет ко мне. Там я ознакомилась, вы не предоставили, я не знаю. Да, я вам не предоставил, потому что составил патруля. Ну, я не знаю, это пусть разбираются органы уже, если что-то там возникнет. Так, капитан полиции Иванов Валерий Михайлович. Очень приятно. Остановили автобус, я ехала, оплатила за проезд. Ко мне кондуктор начала предъявлять, оденьте маску, оденьте маску. Я как бы защищена. Вот, маску, они мне обязаны предоставить 417-е постановление, респиратор или бесплатно, или противогаз, если чрезвычайная ситуация в автобусе создана. Вот, они мне предоставили вот такую вот, это самое. Сейчас я вам покажу. Это одно, что получилось. Да вы видели эту салфетку? Ну, вы видели, человек не видел. Ну, так после этого, я когда приехал, вам предложил. Слегать вам. Специально для вас. Нет, я не против. Ну, в школе вопрос уже... Вы что сказали? Не надо? Сейчас, сейчас. У меня в лоб есть маска. Ой, куда-то затихало. Так что найти не могу. Сейчас, сейчас, одну секунду, я же хочу показать человеку. Господи. Ну, ладно. Я помню. Ладно, ну, я, да, зафотографирую, покажу. Тряпочка такая, без салфеток, без, ну, без всего. Просто она где-то там, ее руками все трогали. На каком она решать? Меня Зоя Ивановна. Зоя Ивановна, да. Зоя Ивановна, да. Помереть? Ну, это неважно сейчас пока. Хорошо, на данный момент. На данный момент, да. Вот она, вот. В кармане. А, в кармане, да. Вот. А, вот, да. Видите? Ее трогали руками все. Вам будет включено извещение, чтобы вы прибыли к 20 часам? На вас не до нас. А? На вас. Не, с каждого, с того, с того. Угу. Что-то так все было. Видно, слышно? Угу. Не, основание, вы мне предъявите основание, потом я у вас извещение приму. А сейчас пока у меня основания нет, я не могу извещение принять. Прекрасно это все. Знаете? Я не все знаю. Если вы своих прав не знаете, то я же не могу все знать. Секундно. То есть, законы свои не знаете, то я же не могу все знать за вас. За всех знать все. Постановлению губернатора. Не предоставьте его. Мы вам предоставлять ничего не будем. Вы мне обязаны. Я не знаю. Мне с подписью и печатью документ, пожалуйста, представьте. Давайте мы спорить не будем. Естественно, я сейчас печать и документ. И этот губернаторский ниоткуда сюда подносить даже не обязан. Обязаны. Вы должны мне участвовать. Мы вам сейчас все объясняем. Мне не надо. На заборе что там написано, что там у вас написано. Мне документ нужен. Постановление. Указ. Приказ. Покажите мне. Вы обязаны меня ознакомить. Обязаны. Вы отказываетесь. Как сотрудники полиции. Вы обязаны. Обязаны мне предоставить на основании чего. Я вас не слушала. Вы мне хотите сказать хорошо? Хорошо. Сейчас вам будет извещение о том, что вы должны будете явиться в первый отдел полиции в 20 часам для составления администратора подокола в 20.6. Напишение массового режима. Сейчас соберут материал. На основании чего вы мне дайте, чтобы я постановление это у вас приняла? Я вам стал говорить, вы даже меня слушать не стали. Так вы мне не даете ничего. Вы не дали. Мне не надо слушать. Я хочу видеть документ. Мне зачем? Вы меня врете, а я должна вам верить. Вы меня обманываете. Вы, может, аферисты какие-то. Откуда я знаю? Не знаю. Я не верю. Доверенность дайте вашу, пожалуйста. Вашу доверенность. У них нету. Вы не имеете права даже ко мне подходить. Вы юридическая фирма. 615 приказ от Колокольцева. Приказ у вас должен быть. Мы не фирма. А кто вы? Вы где зарегистрированы? В налоговой. В налоговой только. Имеет право действовать. Мы вам должны предоставить удостоверение, которое попросили. Удостоверение? Удостоверение. Так. Удостоверение – это проход. Это то, что мы имеем, что мы сотрудники полиции. Это проход на ваше учреждение удостоверения? Нет. А доверенность – это то, что вы имеете право вообще ко мне подходить и беседовать со мной от Колокольцева. Потому что он является учредителем МВД, зарегистрирован в налоговой. И вы, как работники, должны… Он только имеет право без доверенности действовать. Он только один учредитель Колокольцев. А вы должны иметь доверенность. Доверенность. Моих должностных обязанностей. Будьте добры. На каком основании вы ко мне подошли? По вашему требованию я обязан предоставить свое удостоверение и представиться, что я и сделал. И доверенность, пожалуйста. Кто вы? Кто вы? На основании чего? С вами все понятно. На основании чего вы действовали? Вы мне не предоставили. Только удостоверение и представились. На основании чего вы мне хотите там чего-то вручить? Я что-то вам должна, вы сказали. На основании чего я что-то там должна делать? На основании дайте мне законное основание. Чтобы предъявить ко мне законное основание, вы должны доверенность иметь. Чтобы предъявлять ко мне законное основание. А у вас такого основания нет. А тем более у докондуктора, который всего лишь навсего кондуктор. Взяла, обобрала, меня обокрала, денежку украла у меня, значит, и остановила автобус. И не представилась еще даже. Я прошу прощения. Пусть кондуктор представится, пожалуйста. Я не знаю, как к ней обращаться. А вы выбрали у меня и садографировали, не надо. Она меня за телефон схватилась. Я даже не знаю, как хотела быть, но она мне не далась. Запись я затребую. Вы скажите, пусть она представится, пожалуйста. Кто с меня взял деньги, я остановил автобус. Виновник. Для разбирательства и вы, и они вместе едем в отдел полиции. Нет, пусть она мне представится. Кто? Поедем, поедем. Кто она? Вы согласны ехать по лесу для разбирательства? Нет, мне в больницу надо. У меня время украли. Противоправное действие в отношении. Нет, пусть она представится. Я сама буду предъявлять. Она вам представилась? Нет, нет, она не представилась. Она кидалась на меня, я запись затребила. Она кидалась, хватала телефон. Вы как органы власти, пусть, пожалуйста, пусть бэджик не даст, я посмотрю. Она тоже хочет слышать, кто? Пусть она, она, я не обязана. А она на рабочем месте. Она на рабочем, она обязана. Она обязана. Она нарушает законодательство. Она нарушает. Она на требование ко мне предъявляет, да. Вы обязаны. Лжом Баева ГА. Лжом Баева ГА. Все, спасибо. Кого ждем? Кого маску одените? А? Кого маску одените? А, так маску дайте мне. А, маску одену? Так вы мне предъявите документы, на основании чего я должна одеть маску. И дайте мне респиратор. Вы должны в такой ситуации обеспечить 417-е постановление. А вы же с меня требуете одеть маску. Сейчас уже, а сначала вот эта дама требовала с меня маску одеть. Теперь вы с меня требуете. На основании дайте мне. Я не знаю, дайте ознакомиться. Ознакомиться с подписью и печатью. Дайте мне, пожалуйста. Вы мне ничего не предъявляете. Держите меня. Мое время. У меня зубопротезирование идет. Вы украли мое время. Я буду на вас суд подавать. Подарывайте. Документы дайте. На основании чего вы меня задерживаете? В свободном доступе. У меня нет свободного. Где я должна смотреть? Вы подчиняете. Так дайте мне. Подчиняйтесь. Я вам запрещаю, что ли. Дайте мне документ. На основании чего. У вас должен тут стенд быть. На основании чего. Дайте мне документ. На маске висит. Мне документ. Правовой документ нужен. Вы мне скажете головой об стену стопу качать. Я что, должна стучаться, что ли? В общем, документов нет никаких. Они требуют одеть маску. Основания нет. Хотя я в маске нахожусь. Я защищена. Никого не за нее. Это самое. Время идет уже. Второй час держат они меня. И протезирование у меня идет еще. Доверенности нет. Постановлений подписанных. Ничего они не предоставили. Я не знаю. Попова сама лично объявила, что это носит рекомендательный характер. А меня удерживают в автобусе. До места не довезли. Деньги кондуктор не предупредив. Хотя сначала должна была, если я маску не надела, там я должна была выйти. Она взяла деньги. Это усматриваются мошеннические действия. Мошеннические действия усматриваются. Все это пойдет куда надо. Следственные. И по защите прав и свобод Булгакову Антону, журналисту, это все направится. Это направится все. Роспотребнадзор. Это направится все. Колокольцеву. И далее по инстанциям. Как удерживают граждан незаконно. Без оснований. Ни одного документа законного не предъявив. На основании чего задерживают. Вымогательство и бандитизм это называется. Да. С меня вымогли деньги. На место не довезли. Заботится о моем здоровье. Я уже два часа тут потею сижу. На протезирование зубов не попало. Так что будем разбираться дальше. Я никому ничего не нарушила. За проезд я оплатила. На лице у меня тоже покрыто лицо до носа. Никого ничего не нарушила. Ни у кого не обокрала. Преступных действий не совершала. Но тем не менее меня удерживают. Это мое уже. Понимаете. Ну и все. Вы на свои маски посмотрите. У вас есть приказ. Вы обязаны. У меня такого. У меня носят рекомендательных. И тем не менее я накрыта. Да. Я накрыта тем не менее. Да. Я никого не... А по отношению ко мне идет вымогательство, мошенничество. Время у меня украли. Кража моего времени личного. Вот пожалуйста. Давайте и посмотрим. Я ехала себе. Никого не трогала. И она мне сразу не передавила кондуктор. Что я должна маску одеть. Я оплатила. Ехала. Ехала. Потом она начала ко мне придираться. Потом в конце концов дала какую-то туалетную бумажку мне. Которую даже, извините, страшно вытирать. Которую я на лицо должна одевать. Грязными руками трогали там. Плевали там. Или что там делали на нее. Я не знаю. Может после использования. Зачем мне такая? Это что за маска такая? Вот и будем выяснять. Кто кому нарушил эти права. Как они заботу обо мне проявляют. Туалетную бумажку дали какую-то грязную. И говорит, защищайтесь. Мы заботимся о вашем здоровье. И постановление губернатора дайте мне, пожалуйста, подписанное с подписью. Хорошо. А то вы от меня исполнение требуете незаконных. А законных требований ко мне не предъявляете. Комарова. Я, может, к ней с уважением отношусь. Вы мне основание дайте. Вы мне ничего не предоставили. Ни одного документа не предоставили. На основании чего вы мне приглашаете в полицию? Только на законных основаниях. Постановление. На каких основаниях вы выписали? Основание. Выписки постановления. Основание. Извещение. На основании чего вы выписали извещение? На основании вашего административного правонарушения. Какого? Предоставьте. На основании чего я нарушила? Дайте постановление мне. Понимаете? Я приму извещение в том случае, если вы мне предоставите официальный документ, правовой документ, чтобы я могла ознакомиться. Дайте мне, пожалуйста. Я могу продолжить. Нет, пока вы мне не дадите постановление губернатора, подписанное. И пока вы мне не дадите приказ, ой, на основании приказа 615-го доверенность, на основании чего, может, вы бандиты. Ну, дали вы мне удостоверение. Это проход по вашему месту службы, чтобы вы могли пройти. Дайте мне, пожалуйста, доверенность от лица Колокольцева, что вы имеете право действовать без доверенности. Вы так и будете перебивать меня или послушать? Вы мне ни одного основания не предоставили. Ни кассир, ни вы. 67.4 Конституция Российской Федерации гласит о том, что если вы не знаете закона... Так вот, вы полициями не должны ознакомить. Который опубликован, понимаете? Обязаны ознакомить. Вы служите народу. Вы служите народу. Я требую ознакомить на основании чего. Вы мне вручаете вот эту бумажку? Я вам уже повторял. Нет, мне покажите документ правовой. Подписывайте. Расписывайте. Нет, дайте мне основание. Основание дайте, пожалуйста. Пожалуйста, просто. Да, пожалуйста. Вы мне не предоставите, да, основание? И приказа, на основании приказа доверенности нет. Нет, со мной общаться, даже вы не имеете права. Постановлений у вас нет подписанного, да? Кассир, ой, да, кассир мне тоже документов никаких не предоставил. А что-то тут требовало. Это получается какая-то секта кассиров, кондукторов, получается. Какая секта? Она документы не предоставляет. Человеку, что она работала? У них нету, нету ничего. Вас обслуживает? Нету. Она меня обокрала. Она не обслужила, она обокрала меня. Она обязана была меня либо при входе сказать до свидания, либо это самое. Ребята, они меня довезут? Нет, мы в гараж поедем. В гараж? Да. Хорошо. Значит, вы отказываетесь мне деньги вернуть, да, и до места не довезете? Я говорю, сколько она отправится? Вы меня довезете или нет? Нет, да? Ну, хорошо, будем дело в суде иметь. Так, открывайте тогда я свои деньги. То, что и время вы у меня украли, и деньги украли. И протезирование еще. Всего доброго. Всем привет. Позвонила женщина. Сказала, что ее удерживают в автобусе. Номер маршрута 45-й. Вон мы видим, на ситофоре стоит машина с 3-4-ки 0, буква В. Двое полицейских. Вон там два желтых автобуса на остановке стоит каких-то. Вот синий автобус стоит на остановке. Возможно, в нем... Да, в нем удерживают женщину. Якобы из-за маски ее удерживают и не выпускают из автобуса. Номер автомашины 44-42. Сейчас, народ, припаркуемся, попытаемся выяснить обстоятельства. Я еду как журналист в СМИ Камчатский регион. Вот такая штука тоже у меня есть. Если что, значит, полицейские приставляться отказываются. На улице холодно, я дел шарк. Почему не доставляют? Они обычно доставляют, водил полиции. Сейчас этого не происходит. Будем выяснять, что происходит. Так, а тем временем автобус стоит, никуда не уезжает, занимает полосу. Попробуем зайти в автобус, если пустят, конечно. Все, отпустили. До свидания, извещение составили. А где полицейские? Пойдем. Здравствуйте, вы водитель? А полицейские там в машине? В полицейской машине? Наверное, тут, наверное, не всегда. Здравствуйте. Новецкий союз. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналисту, будьте добры, ответьте на вопросы. В связи с чем была задержана женщина? А кто-то задержал? А? Кто-то его задержал? Сделал. Журналисту, будьте добры, ответьте на вопросы. В связи с чем была задержана женщина? А кто-то задержал? А? Кто-то ее задержал? Тебя задержали? Ну, видишь, автобус стоит уже два часа. Я тебе вопрос задал. Вот женщина утверждает, что ее задержали. Сейчас они отпустили меня, два часа удерживали меня. Кто вас удерживал? Вы удерживали. Два часа? Вы уверены? Ну, вы в автобусе меня не выпускали, сказали маску на дно. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, согласно закону полиции, статья 5, пункт 4. Согласно закону полиции, я литву заматываю с лотоком. Так, а вы? Согласно закону полиции, при обращении гражданина ко мне, я должен... Так, а согласно закону полиции, у вас должен быть нагрудный знак принесения службы в общественном месте. Где нагрудные знаки? Будьте добры, покажите, пожалуйста. Номер сообщите, пожалуйста. Дайте посмотри. 002-239. 00-22-39. А у вас? 00-22-32. Покажите, пожалуйста. Так, 00-22-52. Журналист Антон Николаевич Булгаков, СМИ Камчатский регион. Ютуб-канал Сургутнадзор. Благодарствую. Всего хорошего. Я вам не даю разрешения по поводу. Что? Не даю вам согласия. А мне не требуется, я имею право. Согласно закону СМИ. В любом общественном месте без вашего разрешения. А деятельность полиции, кстати, если вы не считали закона полиции, является открытой и публичной? Открытой и публичной. Все, имею право. Благодарствую. Да, я вам не даю своего разрешения по поводу. Нет, ну, народ, а вот теперь давайте по-человечески пообщаемся. Хорошо? Вот смотрите, вот так делают. Можно по-человечески пообщаться? Я вам говорю. Вот на камеру я вас услышал. Я вам не даюругое разрешение по поводу данных видео. Я вашу просьбу. Я вашу просьбу. В интернете. Я вашу просьбу не... Вы главное, чтобы это было записано? Я вашу просьбу, не основанную на законе, услышал. По-человечески будем общаться. Это записано в гражданском helps. Объедет. Это записано в гражданском helps. Обрешенный гражданский кодекс. Вы при погонах, при службе, без мночка. Мы все равно живем и работаем в одной стране. Так, ну я так понял, вы человечки не хотите общаться. Нет, почему? Давайте. Ну так давайте без законов пообщаемся по-человечески. Давайте, пообщаемся. Поясните, пожалуйста, зачем женщинку удерживали? Что удерживали? Ну она утверждает. У меня к ней есть доверие. Я ее давно знаю. Вы не слышали? Слышали. Диалог или монолог будет? Диалог, конечно. Вот вы мне задали вопрос, почему вы ее удерживали? Я вам объясняю. Приехал на вызов, вызвала кондуктор. Их там штрафуют, что граждане едят. Вот она вызвала. Я ей говорю. Ну вы какие-то меры предприняли? Протокол составили, нет? Ну и дали ей вмещение. О чем? Принципе водилы полиции. Она отказала. Я вам рассказываю ситуацию. Ну а вы в курсе, что протокол составляется на месте? Нет? Не на месте? А вы в курсе, что... А по какой статье? 20.6.1? А вы в курсе, что у полиции нету полномочий? Вы административный кодекс не мотивировали? Читали? Вот. Я говорю. Не яйцо. Не, а куда явиться надо полиция? Так полиция не имеет права составлять протокол. Я не знаю, кто там ездит, кто полиция. Не, ну народ, вот честно, чисто по-человечески. Зачем кошмарить женщину? Я не понимаю. Ну как? Она утверждает, что вы удерживали 2 часа. Я говорю, вот регистратор, который пишет 24 на 7. Я пришел, говорю, почему вы без маски? Она говорит, вот у меня маска не то есть. Куртка, говорит, это твороги. А ты говорит, это моя маска. Я говорю, это не маска. Я вам кондуктор спрашиваю, вы ей предоставляли маску? Она говорит, да. И женщина говорит, это не маска, это салфетка. Ну, видели, наверное, в магазинах лежит такая салфетка. Вот. Я говорю, вопросов нет. Женщина, если вы не хотите одевать данную маску, вот это все записано в регистраторе. Давайте, говорю, вон аптека, я сейчас, мне не сложно. Схожу в аптеку, куплю вам нормальную маску. Но она пыталась покинуть автобус? Нет. Она сидела там. Просто сама сидела? Да. Сомневаюсь. Вы можете сомневаться. Я не календарь, она покинет автобус в любой момент, она веклянике. А, ну может она, ну ее право, согласитесь, ее право. Хочет, хочет я. Притяг по пункту удержания. Ниже не задерживал, не удерживал. А закатила вы с вами. Ну, а почему автобус-то на месте стоит до сих пор? Потому что... Мы же автобус не задерживаем. Ну, он почему-то не уезжает. А, ну, почему-то не уезжает. А давно вы приехали? Когда вызов поступил? Ой, номер пуска есть, да? 12.40 было. Во сколько? 12.40. 12.40. А сейчас сколько? 14.20. Ну, два часа. Два часа, получается, автобус не обслуживал пассажиров? Из-за какой-то маски? Да. И вопрос. Ну, ясно. Вы, я так понял, при службе вы обязаны отработать вызов, правильно? Я говорил лично. Вы можете покинуть, господи. Так, ну, ясно. Я тогда вас... Она не хотела. Народ, я вас... Давайте я скажу актету, куплю вам нормальную маску. Мне ничего не надо. Ну, она права. Вот смотрите. Вот чисто по-человечески, да? Вот ко мне обращались сотрудники К2, и их заставляли носить вот такие маски. Обратите внимание, вон там в углу написано диоксид титана, ТИО-2. Они обратились ко мне, говорят, нас заставляют такие маски носить, и у нас симптомы. У нас отдушка, перчение в горле, металлический вкус и все такое. Я выяснил, что такое диоксид титана, именно он вызывает при вдыхании отек легких и, возможно, рак. Понимаете, это в интернете официальная информация. В Корее была вспышка именно из-за диоксида титана. Как только вы перестали использовать, все прекратилось. Вот поэтому люди не хотят. Кстати, автобус отъехал. Ну, вот и хорошо. Именно из-за таких масок народ и не хочет их носить. Вот у вас свои балаклавы, у меня шар, да? Все нормально. Ну, если заставляют вот такие маски носить, и тем более, вот вы их купили или где взяли? Купили. Не факт, что они тоже не пропитаны чем-то, понимаете? Мы проводили журналистское расследование. Почти во всех антисептиках присутствуют такие токсины, как ПГМГ и Адыбах. Они тоже вызывают отеки хмуты. Можете посмотреть видео на канале Сургоннадзор. Вот из-за этого люди не хотят носить. А Комарова, заставляя всех якобы выполнять ее постановление, Роспись в своем постановлении не оставляет. Вы не задумывались, почему? Ну, я вам пояснил свою точку зрения. Да, мы вас услышали. Судя по тому, что вы выписали повестку, скорее всего будет протокол, правильно? Если будет размещено, я вам сказал, что я вам не даю вашего своего. Ну, я вас услышал уже, можете не повторять. Вы будете тоже привлечены за это. Я привлечен? Вы мне угрожаете? Нет, я вас предупреждаю. Предупреждайте. Вызывайте в суд. Вызывайте в суд. Это не я буду... А кто? А кто будет вызывать? Кондрашов? Который трижды фамилию и имя отчества поменял. Вы не задумывались, почему он фамилию и имя отчества поменял трижды? Нет, вот вообще... Не задумывались? Нет. Ну, позадумайтесь, почитайте про него. В интернете наберите. Кондрашов Руслан Сергеевич. Зачем мне это надо? Ну, как зачем? Вы же под его началом работаете. Он как человек, как начальник, как начальник меня полностью трогает. Да? Ну, ваше дело. Благодарствую. До свидания. До свидания. Куда упали? Привет. Привет. Что случилось? Расскажи. Надо сваливать скорее отсюда. Да не надо никуда сваливать. 51-й, 45-й, они уже меня там, это самое, будут теперь караулить еще. Они меня достали, и я их достала уже. Пойдем, отойдем куда-нибудь, я не знаю. Что было случиться рано или поздно, они потому что устали дать меня возить в безнаморник. Подожди. Ну, что, еду, они это самое, деньги оплатила, все, я все время вот так как бы езжу, и, вот, знаешь, без кончиков, да, пояс. А вот, привязалась и деньги, маска. Кондуктор, да? Да, или, короче, это самое. Я говорю, ну, дайте, говорю, мне маска, он мне салфетку принесет. Ну, так-то, я понял. Вот это тебе предлагали деть, да? Да, так я говорю, это штуалетные бумажки, говорили. А неизвестно, чем пропитаны. Да, 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 неизвестно, я говорю. И неизвестно, кем потроганы. Да, и кем троганы, может, писали, как или нет, я не знаю, но я же в выражениях тоже. Ну, это и вот началось, там, начали выпукать люди, там, куда-то, да, ну, я же тоже слегла слова в карман, начала опять тоже, там, свои права, говорю, на основании чего мы, это самое, что не обязана, рекомендовать. Говори, я не слышу ничего. Рекомендательный характер, говорю, носит. Ну, в общем, это самое, вот так вот я полицию вызываю, вызывала полицию, люди ждали, ждали, когда я выйду. Ты вызвала? Они вызвали. Они вызвали. Они, говорят, вызов поступил в 19-40. Ну, вот это самое, вызвали полицию, это самое. Я говорю, вы мне верните деньги, ну, чтобы я вышла, люди возмущаются, что на работу, там, деньги туда-сюда, да. Ну, ясно, ясно. Короче, я так понял, они мне показали, тебе выписали повестку, да, какую-то? Ну, они извещение какое-то выписали, да. Я говорю, ну, кто я, что я, говорю, ну, Зой Вагнут. Они им протокол составляли какой-нибудь? Ничего, нет, она объяснительного написала, вот они мне извещение вручить, чтобы я пришла. Начали меня спрашивать, ну, я им сказала, что меня Зульвановна зовут, фамилия, говорю, 51-я статья, пока необходимость нет. Вот, где я живу, говорю, мой адресный дом, они улицы, Советский Союз, потом, а, где проживаю, а, где проживаю, и, это самое, что они меня еще спросили. Ну, короче, вот, и сказали, ну, все, до свидания, подписывайте, я говорю, что я закончила, на 51-я статья. А, что на раз спросили, я говорю, бессмертный. Бессмертный? Ты на 51-ю? Они поняли, что там не с кем разговаривать. На 51-ю, да, сослалась? Ну, да. Ну, короче, вот такая вот все-таки встряла, я бы сказала, когда же это случится? А, кстати, они в машине сидели сами без масок. Ну, понятно. На видео попали. Ну, да, они в масках были. Нет, это в автобусе в масках. А в машину сели, в маски сняли. Я говорю, у вас есть сертификат, есть, говорю, на вашей маске? Хочу подробнее остановиться на том сертификате, который выдали Зое, когда она попросила вот на ту самую салфетку, которые сказали, что это якобы медицинская маска. Читаем внимательно. Это никакая не медицинская маска, это салфетки одноразовые, индивидуальные, барьерные, якобы. В общем, выглядят они в таком виде. Их нужно сложить два в три слоя самостоятельно. Потом согнуть пополам и пополам. Шикарная формулировка. Прикладывайте вот эту вот самую выкройку, вот которую, вот ее надо вырезать, приложить вот к этим квадратикам, сложенным пополам и пополам. Вырезать закругление, вырезать прорези для ушей и готово. Вот она, ваша непонятно что, салфетка одноразовая. Они утверждали, что это сертификат на данную продукцию. Читаем внимательно. Не подлежит обязательной сертификации. То есть, это буквально материал, а не изделие. А, также не подлежит декларированию, то есть, свободный ВОЗ. Также я почитал вот этот ТУ, это технические условия на производство. Что это такое вообще? И нашел некое экспертное заключение, которое исследует изделие под вот этому самому ТУ. Читаем внимательно, что здесь написано. Изделие из нетканного материала. Коврики, салфетки протирочные, скатерти, полотенца, подстилки. То есть, вот предлагают подстилку себе на лицо надеть. И коврик. Накидки, чехлы, протирочные изделия и прочее. Простыни, воротники, маски непонятно какие. Халаты, кимоно и пеньюары. Что такое пеньюары? А вот это пеньюары. Пожалуйста, одевайте себе на лицо. Шапочки, тапочки, тапочки на лицо, оденьте пожалуйста. Фартуки, перчатки, костюмы, комбинезоны, тряпки. Пеленки и все. Вот, кстати, по поводу написанной, на как она, что говорила Зоя. Вот пеленки написано конкретно. Пеленки изготавливают из данных материалов. Все согласно ТУ. Еще раз смотрим. Здесь ТУ и здесь ТУ. Не подлежит обязательной сертификации. Не знаю, как вам, а я смеялся долго. Ну, я ему там лекцию устроил. Доверенности нету. Значит, постановлений никаких нету. Они, ну, типа в компьютере, я говорю, на заборе. Там, ну, я говорю, вообще, мало ли что, где-то еще написано. Они говорят, вы обязаны меня ознакомить. Говорю, я пенсионер, говорю, свеже чем-то. Ну, короче, я от них встала на свою ходу, требовала. Предоставь им на основании, а им, как-то, нечем. Доверенности нету. Указов постановлений нету. Они не подписаны. Они уже наверняка об этом уже все знают. Им предъявить-то нечего. Я говорю, на основании чего я должна подписаться? Вот как будет основание закона, я сразу все подпису, приду, прибегу, говорю, это все сделаю. И маску даже не наносу. И вот, наверное, во сколько там зафиксировал. Получается, два часа автобус стоял и не обслуживал клиента. Ну, получается, ну, не два, меньше, может быть. А сейчас сколько времени-то? Сейчас два с чем-то. А, уже два с чем-то. Два тридцать. Ну, наверное, где-то до двенадцати я выехал. Ну, да, два часа, представляешь, что-то приходить нужно вообще. Вообще, обождение было. Я говорю, это секта, говорю, продукторов какая-то, масочников. Я говорю, что ей надо, заботливая, говорю, заботиться. Говорю, больные дома сидят. А если вы боитесь, говорю, сидите дома, увольняйтесь. Я МЧС вызывала же. Вызывала МЧС, говорю, мне не выдали, там, создали. Я чрезвычайная ситуация в автобусе создалась, говорю. Ага, ничего, они не приехали? Ну, я им фамилию не говорила, только сказала Зое, там они писали. Ну, естественно, они приехали, они же все уже созвонились там все, это самое. Поняли, что крыть-то им нечем. Я говорю, чрезвычайная ситуация, говорю, в автобусе создалась, говорю. Противогазов нету, респираторов нету, говорю, обязан обеспечить. 417-е постановление. Да, да, да. Народ эвакуировать надо, всех приняли с автобусом. А еще 361-й, по-моему, приказ президента или постановление, что-то такое, не помню. Там написано, где исключены ношения масок. Ну, понятно, ну, этого достаточно. Я говорю, предоставьте, чрезвычайная ситуация. Ну, они тебе предоставили. Вот это похоже на респиратор? Да. А на противогаз? Очень похоже. По-моему, не очень. Очень похоже. Ну, в общем, вот такие вот дела у нас получились. Ясно. Короче, в рюкало все. Как я засветилась, я тут не хотела. Как не? Уже так, но я уже что-то забыла. Ну, ладно, что, поздравляйте с освобождением. Ну, что это самое, ты домой или... Ну, понятно, собралась в больницу, уезжает после 20-го, видишь, как больница. Ну, поеду. Ну, ты на остановку ходил, нет? Нет, я на машине, меня привезли. Вон машину стоит. В какую сторону? Я в сторону. 25-й? Я довезти? Ну, если вы там поедете, если нет, то я на автобусе поеду. Поехали? Поехали? Поехали тогда. Чего бабушку без маски не довезти? Вдруг тебя опять в автобусе штрафанут? Прошу вас, мадам. Я там позвоник носила, наехала. Короче, записи я не знаю, тебе скину потом, Антон. Я не знаю, что-то у меня там включилось-ключилось. Конечно, скинь. Ну, что-то получилось, что-то не получилось. Ну, что получилось, хоть так, кадры какие-то накидаешь. Пусть там, пусть знают. Надо, это, Зою довезти куда-то. Там, на энергетику, вот, поликлиника там. Ну, я удивился, что они сразу не уехали. Я думал, они сейчас это услышат, как журналист сразу уехал. Не успели. Ну, они, видимо, все равно слышали. Может, они тебя и ждали, может быть, знаешь. Я-то так, Татьяна говорит, я же слушаю, чтобы владели информацией, чтобы все это, чтобы не успеют сказать. Мы думали, тебя сейчас это, наверняка, увезут в отдел полиции. А почему они в отдел полиции не доставили? Ну, они хотели, они видят, что им крыть-то нечем. Ребята-то тоже понимают же, что они неправильно. Ну, как вон, обычно показывают, много же роликов. Женщин там, без разницы, бабушек, скручивают на пол колдув. Да, я знаю. Да, они уже тут, потому что их выдали, понимаешь? В смысле? А, научили? В смысле, научили, как общаться? Ну, да, уже сургут-то, как говорится, на этом уже. Там на масках, да, извините. Я там тоже в Анапе, я же в Анапе сейчас там, это тоже там, с масками. То обслуживают, то не обслуживают, им тоже мозги причищают. Они мне там начали запрещать, говорят, я по гражданскому кодексу вам запрещаю это выкладывать, мое изображение. Прещать он дома будет для себя. Вот я ему тоже говорю, деятельность полиции открытая и публичная. Ну, пусть теперь я почешу, а то полицию... Ну, я считаю, у них все развалится, потому что протоколы у тебя... А ничего, они мне ничего, кто я, ни фамилия, ничего не знают. Что делать? Идифицируют. А они повестку на кого выписали? Так они мне ничего не дали, я ничего не расписалась, ничего не взяла. Я говорю, я у них документ требую. Как вы мне дадите документ, постановление, на основании чего вы мне это извещение вручаете, за что? Тогда я сразу прибегу, возьму, распишусь, там и все сделаю. Они же мне им крыть-то нечего, у них нет. Ну, я... Они мне телефон суют, интернет, типа вот постановление, я говорю, так ну, что там мне, мне зачем? Там где-то в какой-то коробке вы мне что-то пихаете. Говорю, вы мне дайте, вы должны меня просветить, вы, говорю, служите народу. Да, обязаны. Бабушки, пожалуйста, на основании, я только за, я законослушный гражданин, побегу сейчас со всеми. Сама берет вас, что там, если это где-то... Нет, я-то знаю, что он нечем крыть. Губернатор, я говорю, ну, говорю, Комарову, говорю, как женщину я уважаю, говорю, как губернатора, я ее не знаю, говорю, кто такое губерния, где она там, что я говорю, Тюменская область, знаю, губернию, не знаю, что там она, какой губернатор, понятия не имею. Ой, боже. Ну, они, получается, ты им не паспорт, ничего не показала? Да, боже, упаси, конечно. Что? Так а как они протокол составят? Тем более... Они объяснительную с нее взяли, объяснение. С кого? С кондуктора? С кондуктора, да. А я там еще возбухала. Это ладно, ты опоздала на протезирование. А представь, сколько народу ждет на остановке 45-й. Да, и людей выгнали, да. Собрали деньги, выгнали с оптоза людей. Физическую силу к тебе применяли? Нет, больше всего почти ничего. Ну, все нормально, по-человечески общались? Все по-человечески, никаких, это самое, ничего. Ну, и со мной они нормально общались? По-нормальному, нормальные ребята хорошие. Ну, правда, они... Без грубости всяких. Ну, правда, они были без значков нагрудных и без масок. Все в машине сидели. Это нарушение. Это же маски закон для них, для госслужащих. Да? Да. А не для нас. Ладно, давайте, благодарствую. Давайте, по-другому, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok